И у нас есть какая-то государственная позиция, и эти люди какие-то вещи произносят. Ну, а что у нас сейчас в Израиле эти наши замечательные генералы не произносят, что... Ну, там у нас вот пришел Яков Кедми к Соловьеву, давайте его обсудим. Он говорит, Соловьев говорит, мы не можем оправдывать убийство тысяч детей. А Яков Кедми говорит, уважаемый, а я могу оправдывать убийство тысяч детей. Он говорит это прямым текстом, но давайте обсудим его. Он стоял на том же месте, что и Гурулев. Он отвечает за страну Израиля. Где министр обороны говорит, что мы за людей их не считаем, мы будем их убивать. Наш министр обороны никогда так не скажет про украинцев. Наоборот, мы с утра до вечера говорим, что это родные, ненаглядные наши братья, которых мы идем освобождать. Там противоположное, но мы это не обсуждаем, потому что это якобы чужая страна. Ну, там Макареевич у нас, Гребенщиков, у них она уже не чужая, Слепаков, многие ваши друзья, и даже сын вашей личной подруги там воюет за Израиль. Какая она чужая-то? У нас там полстраны уже съехалось. Почему я вам задаю эти вопросы, несмотря на то, что вы не Соловьев и не Гурулев? Я просто вот хочу продолжить. Мне кажется, в прошлом нашем интервью это была очень интересная часть разговора, связанная, ну, скажем так, с людьми, которые представляют ту или иную идеологию. Вот сейчас эти лица войны, эти, условно, зет-ломы, назовем их так, лидеры общественных мнений, они же очень часто спускаются сами в какую-то берлогу людоедов и тем самым дискредитируют всю вашу идею русского мира. Вы, безусловно, такие высказывания не делаете, но в один вот... То есть найти вас, это, знаете, вот надо сказать, что я не такого второго человека-то с трудом поищу. Я вам назвал уже несколько имен, и их можно продолжить списывать. Да, но они сильно менее известны, чем вы. А при этом, как бы, большие зет-ломы. Вот Маргарита Семаньян, друга вспомнит, который, значит, рассказывал, что будет, если бомбу взорвать. Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Не ядерные зимы, которые все боятся. Вот Соловьев кричит по-немецки дурным голосом. Гурулев. И это все производит впечатление, что дурдом. Ну, слушайте, Соловьев, ладно, Марго, это все-таки ваша, видимо, бывшая подруга. Вы про нее, как бы, и сами расскажите мне. А у меня не настолько... Вообще, это ваша подруга. Я с ней никогда не в какие-то... Нет, ваша, нет. Хорошо, моя подруга Марго. Но дело в том, что, ну ладно уж, вот Марго и Володя Рудольфович, ну, Гурулев, ну, что это, ей-богу. Ну, это уже не топ уже, честно говоря. У нас этих генералов, там, 10 ходят по всем студиям, и есть, ну, там, 9 из них очень корректно всегда излагают свою генеральскую точку зрения, никогда не оскорбляя украинскую сторону. Вот вы вытащили этого Гурулева, и как бы бенчиком извините передо мной. У Соловьева ходит Сосновский господин, там, Третьяков Виталий, с независимым... Там куча ходит интеллигентских людей, которые себя ведут... То есть вы не считаете, что это накачивание ненависти? ...каренгивающих Назаров, ну, что он хоть за эти два года хоть раз сказал, что почему-нибудь брал... Нет, кара, мы с ним тоже, кстати, обсуждаем. Ну, почему мы его-то не обсуждаем? Он, кстати, гораздо популярнее Гурулева, там, да, и для России значимее, там, да, безусловно. А вы меня пытаетесь этих людей каких-то извлечь? Ну, есть, да, они так себя ведут, да, они так говорят, но на всякие роток... Вы знаете, есть такая теория, может быть, она немножко даже сложноватая, но мне так тоже отчасти кажется, что, казалось бы, события в Дагестане, и вот все эти еврейские погромовые работы... Нет, еврейские погромы, это когда евреев убивают, а когда, ну, там, никого... Их ищут, ну, хорошо, давайте так, поиски евреев. Эй, блядь, не за, блядь, откройте, на рюк! Понятно, что, да, там, мы тоже об этом писали про каналы Пономарева, понятно, что накачали, но, знаете, это как про Довлатова, да, а кто написал миллион доносов? Что вот вообще та атмосфера, в которой существуют сегодня люди, вот в этой военной пропаганде российской, в итоге накачивает их до такой степени, что вещи, которые еще вчера были невозможны, оказалось, антисемитизм ушел из России. Но в Рязани-то никто не и в Туле, и в Архангельске, и в Владивостоке никто не ищет в турбинах евреев. Ну, там другие истории тоже есть. Слушайте, нет, по всему миру идут манифестации в поддержку Палестины, гораздо более многочисленные, чем вот это вот сборище в Дагестане, которое осудили, собственно, и нашей власти, и руководство Дагестана, и топовые, там, дагестанские лидеры мнения. Тоже не наказали, тоже сказали, пусть покажутся, мощи, выступят. Во всем мире идут эти процессы, и чем они обернутся, это очень большая, очень сложная история, где нет никакой военной пропаганды, Гурулева, Соловьева, там, все остальное, вся Европа этим полна. Что ж там тогда такое происходит? Ну, вам стыдно было смотреть, как это в вашей стране происходит? Это было неприятно даже тем моим ребятам, дагестанским знакомым, которые служат в зоне СВО, и они передавали оттуда привет, записывали видео, говорили, ну, что вы творите-то, мы тут все воюем. Но вы считаете правильно, что их привлекают, вот этих участников, к ответственности штрафы или административной ответственности? Вы заметьте, о ком бы ни шел разговор, о людях либеральных убеждений, там, о моих, там, бывших знакомых, там, в лице Глуховского или Быкова, о людях, там, убеждений близких к моим, о дагестанских каких-то персонажах. Я, следуя завету от тюрьмы, от суммы не зарекаясь, никогда не требую публично наказания тех или иных людей, ни врагов, ни друзей. Мы с вами обсуждали даже убийцу моего товарища Саша Шубина. У меня просто нет этого внутри. Мне неприятно было смотреть на происходящее в Дагестане, и мне кажется, что это унизительно вообще для самих, собственно, мужчин Кавказа. Они там разберутся, у них там есть закон, суд, там, все остальное, разберутся без меня, без моих советов. Я посмотрела ваш телеграм-канал перед встречей, ваше выступление, и, в общем, у меня сложилось такое впечатление, что вы и сами-то не очень довольны идейными лицами из этой эпохи. Вот на недавней встрече с прокремлевскими молодыми журналистами вы сказали следующее. Какую сейчас общественную палату собрали? Это хорошие слова. Лунстром? Да, опять Лунстром. Аня Ревякина? Аня Ревякина. А не просто отморозки? В хорошем смысле слова. Их еще три года назад, их не позвали бы ни в одно приличное место, а сейчас они с императором. Вот вы не поняли, что я говорю. То есть это вы, наоборот, с восхищением? Да я сам отморозок просто и панк. Это говорилось в совершенно противоположном смысле. Сейчас, секунду, сейчас это говорю. Для нашего либерально-западнического мира люди с убеждениями Петра Лунстрома, моими, Ани Ревякина, все глубоко интеллигентные люди. Петя один из самых замечательных скрипачей, там, с мировым именем. Аня Ревякина прекрасная поэтесса, которая никогда в Донецке, находясь под бомбежками, никогда в жизни не призывала к мести и к каким-то вещам. Нет, это отморозки в другом смысле. Это не представители нашего истеблишмента позавчерашнего дня. Это, ну, как бы цвет интеллигенции, который всегда был маргинализирован. Он находился где-то вот там вот за третьей ограничительной полосой. И это хорошо, что сейчас... Это замечательно, конечно, что на место Андрея Макаревича, там, и Мити Глуховского, и Люси Улицкой, и Бориса Акунина, другие люди приходят как представители российской культуры, которые не кричат при каждом удобном случае, как им стыдно, собственно говоря, за Россию. И в этом смысле, я говорил, они же отморозки, ну, то есть в этом мире они были невозможны. Как и я был невозможен, но я смог себя навязать через ваши программы, через, там, дружбу с Дуней Смирновой. Ну, ладно, пусть у нас будет один вот Прилепин, пусть он, ради бога, несет свою лениско-сталинистскую чушь, там, да, про великую Россию. А по Дуне не скучаете, кстати? Да нет, да я не знаю, она вполне возможна в России. Если она захочет меня найти, она позвонит. Я просто нет, не хочу никого дискредитировать своими, там, этими... Дуня, где ты? Расскажи, что там вокруг тебя? Ну, мне кажется, вы к ней по-прежнему тепло относитесь. А почему вы должны к ней холодно относиться? Она ничего плохого не говорила ни по поводу ИСВО, ни по поводу чего угодно, она... Ну, то есть, где-то она там, как-то она там разделяет... То есть, если она с Чубайсом вернется, вы не будете их обсуждать, не будете выступать против? Это дело Чубайса уже, как он сюда вернется, а Дуня Смирнова имеет все основания приехать в Россию и тут жить и находиться. А вот, условно, Пугачева или, там, Галкин или Макаревич, вот, вы будете публично выступать против их возвращения? Мне просто это... Тут другое. Мне по-человечески брезгливо просто. Я понимаю, что это может произойти, и я тут о других вещах переживаю. То есть, меня не мучает, там, возвращение Макаревича или еще, там, чего-то возвращение. Меня мучает то, что те люди, вот, которых, там, я, как бы, назвал отморозками, что те люди, которые сегодня так или иначе вышли хоть немного под софиты, которые действительно являют собой русскую культуру, которые сопереживают русскому солдату, русской истории и так далее, вот, что они опять уйдут туда в тень, они опять будут маргинализированы. Они еще там, ну, не дошли еще, на самом деле, там, да, хоть степени, хоть какой-то всенародной узнаваемости. Что их опять сметут, потому что если вся эта компания, группа компания вернется, конечно же, вот от них не останется ничего. Я останусь, а их не останется. Почему? Это же конкуренция здоровая. Ну, это не конкуренция, конечно, никакой здоровой конкуренции тут нет, конечно же, мы прекрасно это понимаем, что, вот, я сейчас, вот, знаете, вот, открою вам секрет, вот, что я там обсуждал недавно с одним специалистом из мира книжного и кинетрофического маркетинга. Дело в том, что, вот, выход, выезд из России какого-то считанного количества людей из мира литературы, из мира музыки, из мира кинематографа, по своей собственной воле они уехали, их никто не выгонял, ни, там, Варапаева, ни Белого, Варапаев тем более давно уехал, ни Макаревича, ни Гребенчиков. Они сами уехали, это дало необычайный просто прилив возможностей для молодых литераторов, музыкантов, режиссеров. Они тут же, как бы, заняли эти пустующие лакуны, и, причем, большинство из них никакие ни зет-поэты, ни зет-музыканты, ни зет-режиссеры. Просто места освободились, они просто были из, ну, и остаются из молчаливого, такого нашего среднего слоя, они заняли эти места. Вот это вот реально и есть то, что вы назвали конкуренцией. Вот это конкуренция, не вот эта мафия, которая сидела просто вот, положив лапы на все это там, да, и один Захар Прилепин выбился через асфальт, и как бы вот составлял им конкуренцию. А вот люди... А кто мешал этим людям так же выступать с концертом, собирать альтернативу? Потому что конечное число звезд в любой сфере, конечное их... Это вот мы когда запариваем это людям, в смысле, заливаем им уши, что литература, музыка, там, кинематограф всех вместит, это неправда. Никто, ничего, всех не вместит. И деньги конечны, и возможности конечны, и читательский, и зрительский интерес конечен. Поэтому если есть 5, 10, 15 там человек или группировок, которые контролируют наше радио, The Flow, кинематографические деньги, два, у нас, по сути, даже одно издательство, вот если есть там определенные клубы и люди, у них там все схвачено, и сквозь них ты не пробьешься никогда, не обладая сверхэнергией. Поэтому ни о какой конкуренции мы речи вести не можем. Вот у нас сейчас Европа, где прекрасно конкурируют Глуховский, Акунин, Улицкая и Дмитрий Быков между собой, а Захара Прилепина там нет, потому что все мировые издательства с ним не работают. Вот это называется конкуренция. Она так и выглядит, понимаете? Не только Захар Прилепина. Но здесь кто-то соберет сегодня разве концерт, как Земфира или как Макаревич? Мне кажется, Аким Апачев не соберет такое количество. Аким Апачев... Или Калинов Моск. Вот вы можете забить в гугл и картинку показать. Допустим, Аким Апачев, там, ну, не знаю, в прошлом, позапрошлом месяце я смотрел, по скачиваниям обгоняет Гребенщикова, Бориса Борисовича из группы Аквариума. У того и у другого, там, в месяц с одного ресурса порядка 600-700 тысяч скачиваний. Хорошо, тогда объясните, почему на ваших любимых новогодних огоньках этих артистов нет? Потому что там часть вот этих мафиозной структуры, она сохранилась. Это сейчас уже все, какая там мафиозная? Ну, вы сейчас... Слушай, не будем этих фамилий всем называть. Ну, кто-то, Добродей, Сэрнс, кого сохранили? Для всех очевидных. Там есть люди, которые сами выстраивали эту систему, которые потом периодически звонили там Галкину, Палкину. Добрый день. Очень досталось Захару Прирепину за эту беседу. Мол, как вот он решился пойти к Ксюше, к политическому оппоненту, такой вот негодной, который... Как после Скопинского маньяка можно с ней беседовать? Писали ему в комментариях. Ну, во-первых, это на моей памяти как минимум третья беседа Ксении Собчак с Захаром Прирепиным. Во-вторых, по поводу Скопинского маньяка он ответил там в комментах. Он написал, что он сам из Скопинского, то есть он в Скопинском роддоме появился на свет. И, конечно, это нонсенс и абсурд, почему нельзя беседовать с политическим абонентом. Это ведь... Через этого оппонента ты выходишь на аудиторию, которая к тебе настроена враждебно, и ты можешь убедительно, как это делает Прирепин, донести свою позицию, какие-то вещи объяснить, возможно, переформатировать тех, кто способен вообще включать здравый смысл, а не просто вот такие упоротые либералы, которых, как это Ксения Ларин сказала, от слова «патриотизм тошнит вишневыми косточками». С такими, понятно, в общем, говорить не о чем. Но ведь масса есть людей, которые пытаются что-то осмыслить, думалку включить. И, конечно, это не тот случай, просто вот данные беседы, когда, допустим, Оскар Кучера идет на интервью к иностранному агенту Юрию Дудю, который интеллектуально сильнее его многократно, и который просто делает из него, ну, так скажем, давайте вещи своими именами назвать, идиота. И тем самым, кстати, Оскар Кучера компрометирует и ту позицию, которую он в той беседе обозначил. То есть в целом вот страту артистов, которые поддерживают специальную военную операцию. Здесь как раз ровно обратный случай. Здесь интервьер оказался посрамлен в некоторых вещах. Посмотрите, если у вас есть там пару часов свободного времени всю беседу, ее в сети легко найти. Ее, кстати, Прилепина у себя ссылку выложила на нее. Отметив, что за первые же сутки там было более миллиона просмотров. Идем на второй, как он сказал. Сейчас там значительно больше просмотров. И это хорошо. Это хорошо. Повторю, что аудитория Ксении Анатольевны Собчак может услышать такого собеседника ее, как Захар Прилепин. И, чтобы два раза не вставать, я здесь оставлю фрагмент своей беседы с Захаром, записанной в декабре 2014 года, то есть 9 лет назад, где мы как раз и говорили о толерантности нашего социума. Это уже было после Крымнаш, еще задолго, конечно, до специальной военной операции. Уже выкладывал в одном из сюжетов этот фрагмент, но считаю, что здесь уместно его повторить. Обычно животных жалко, а людей не всегда. А вот в этой книге людей жалко. Причем даже людей, которые имеют в анамнезе такой, так скажем, негатив. Допустим, бывший белогвардейский офицер, мы знаем, что он занимался в контрразведке, пытал людей, а он вызывает симпатию. Опять же, как в «Игре престолов». То есть, заведовал персонаж, которому вроде бы потребитель, читатель-зритель должен испытывать даже отвращение какое-то, вызывая симпатию. Я просто вернусь еще раз к этому вопросу. Была задача именно выстроить вот такую галерею персонажей, которые все так или иначе вызывают сочувствие? Симпатия слишком четко акцентированное слово, все-таки не симпатию, а вот сочувствие или понимание. Понимание, да. Это, безусловно, была задачей, потому что в каком-то моменту в своей жизни я вдруг понял, что нету ни плохих, ни хороших. Либо все хорошие, либо плохие. Но за исключением окончательных скотов и насильников, людей, вышедших уже за все пределы, все остальные люди, конечно, несут в себе все зачатки смертных грехов и все возможности для того, чтобы быть светлым, милосердным и добрым. Вот всех людей, которых я сначала наблюдал на войне в Чечне или потом с другой стороны тех чеченцев, которых я знал, что они воевали против русских, потом, когда с ними начинаешь близко общаться или, может быть, даже дружить, а я знаю несколько людей с самых разных сторон, понимаешь, что нельзя ничего упростить никогда. Понимаешь, когда враги, тогда враги, а когда не враги, уже видишь, человек со всеми, его мама тоже родила, она воспитывала, он рос, и поэтому, когда я писал этот текст, у меня не было никакой возможности вот преодолеть это чувство, которое во мне уже сложилось. Нету ни плохих, ни хороших, а вот есть человек со своей судьбой, где он вот там накосячил, и потом за это несет ответственность. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додалев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».